В приходе Краснодарского храма Ильи Пророка открылась выставка наивных художников Кубани. По благословению настоятеля выставились семь молодых авторов. Все они люди с ограниченными возможностями. Некоторые из них присутствовали на открытии выставки. Вступительное слово сказала одна из организаторов, директор художественной галереи Наталья Ивановна Костырина. Все авторы когда-то начинали в детской художественной студии Инвастудия. И когда была выставка распродажа, первую работу купил человек, который занимается серьезной живописью. И когда к нему подошли и сказали, неужели вам нравится это. Он говорит, а вы посмотрите, какие это теплые, какие яркие характерные образы. Дерево, оно устремлено ввысь и оно как бы с крыльями. И это стремление к Господу Богу. Со временем некоторые из ребят продолжили занятия творчеством в мастерской члена Союза художников России Павла Бабенко. Они друг другу не завидуют. Они не воруют, не пьют, не курят, матом не ругаются. Ну, идеальные ученики, идеальные. На первый взгляд зрителя может показаться, что работы сделаны детской рукой. В какой-то степени это так, ибо душа каждого из них – ребенок. И именно творчество помогает им адаптироваться в современном мире. Это арт-терапия. И картины, которые мы видим на этих стенах – это продукт арт-терапии. Арт-терапия – это тот метод, который позволяет реабилитировать, социально реабилитировать инвалидов. Он помогает их интегрировать в общество, помогает им самовыразиться, подняться над самими собой. Всего 27 работ размещены в небольшом лекционном зале Ильинского храма. Однако в планах настоятеля храма и всего коллектива – расширить выставку художественных работ людей с ограниченными возможностями, понимая, что для каждого из авторов – это нить, связующая его с обществом. Вот у этих людей с ограниченными возможностями неограничены возможности творчества. И поэтому Павел Бабенко правильно сказал – делай, что нравится, и это будет настоящим лекарством.